МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 179-го тиража составляет 6 508 850 рублей. Суперприз этого тиража 7 590 870 рублей. Запускаем лототрон. Ждем первый шар. Шар номер 19. 19. Шар номер 18. 18. Шар номер 14. 14. Шар номер 17. Шар номер 26. Шар номер 26. Шар номер 5. 5. Я повторяю номера всех шести шаров, выпавших из лототрона. Это 19, 18, 14, 17, 26 и 5. Шесть чисел из шести сегодня ни у кого не совпали. Суперприз не разыгран. Результаты сегодняшнего тиража вы видите на своих экранах, а также можете ознакомиться с ними на сайте 100loto.ru. Розыгрыш 179-го тиража лотереи 6 из 36 завершен. Суперприз следующего тиража 8 640 320 рублей. И в следующем 180-м тираже вас снова будут ждать тысячи денежных призов и, конечно же, наш суперприз. А давайте поприветствуем Викторию, чье возвращение означает, что нам пора уходить. Пора, пора. Но прежде чем мы с тобой идем, друзья, мы хотим зарядить вас удачей на всю неделю. Какие-то нужно сказать магические слова или что-то еще сделать. Нет, нет, нет. Мы посмотрим сюжет о молодой счастливой семье, которой улыбнулась лотерейная удача. Жители этого подмосковного города называют химчанами. Но из года в год многие из них ждут, когда они смогут говорить о себе москвичи. Химки так близки к Москве, что вопрос о слиянии со столицей поднимается постоянно. Ну а пока Химки – это отдельный городок со своей довольно богатой историей. В советское время он стал одним из главных центров военно-космической отрасли страны. Здесь производятся и ракетные двигатели, и исследовательские космические аппараты. В последние годы город прославился отчаянной борьбой за Химкинский лес. Химчанам дороги их зеленые зоны, в которых они проводят время всей семьей. Сегодня сюда на пикник пришли победители 255-го тиража жилищной лотереи «Семья Жирновых». Изначально у жены папа играл в лотерее, это было совсем давно. Ну и потом мы решили, жена купила первый билет, вот, выиграли, и это очень радует. Лотерея, я думаю, что это будущее, наверное, наше, что мы можем что-то выиграть, там, не знаю, квартиру, дом. В семье Анны и Юрия Жирновых – две дочери. Младшая совсем еще крошка, а вот Ксюша – уже настоящая помощница. Жена у меня хорошая, дочери тоже хорошие. На данный момент пока квартиру снимаем, но хотим то, что вот мы взяли выигрыш в денежном каваленте, хотим вложить в ипотеку, взять ипотеку. У нас в планах, что к Новому году мы должны уже переехать. Свой первый лотерейный билет семья Жирновых приобрела в сентябре прошлого года. А всего через месяц в руках Анны и Юрия оказался тот самый счастливый выигрышный. В это воскресенье мы чуть действительно не проспали. Но в итоге мы собрались всей семьей, как это обычно происходит. Ксюша тоже всегда присутствует, она очень любит наблюдать за цифрами, все ли они зачеркнуты. Не успевшая я зачеркнуть последнюю ту цифру, она воскрикнула, «Мам, все зачеркнуто!» Мы переглянулись с мужем, думали, что делать дальше, что с этим билетом делать. Муж у меня не находил места, он ходил с одного угла в другой угол. Нам повезло, потому что я считаю, что у нас родилась в этом году Настенька. И я думаю, что Бог нам помог в этом. В семье Жирновых у каждого было свое отдельное увлечение. Для Юрия это спорт и рыбалка, для Анны – дети. Теперь у них есть объединяющая традиция – приобретать билеты и смотреть эфиры лото, вооружившись карандашами для зачеркивания счастливых чисел. Да, мы еще мечтаем выиграть. Суперприз жилистный лотерея. Купим загородный дом. Очень люблю своих детей и жену. Ну какая же красота! Мы еще раз поздравляем семью Жирновых с выигрышем, но о всех нас наступление последнего зимнего месяца. Кстати, славяне изобилие снега в феврале называли этот месяц снежным. А вот если американцы наблюдают за сурком, то интересно, наши предки по каким животным делали метеопрогнозы? По курам. Если куры вертели хвостами, то значит, жди метели. Ну, мне кажется, Виктория, что наши с вами современники, если и наблюдают за поведением кур, то только в бульоне. Поэтому, наверное, нам все-таки придется довериться метеорологам, термометрам и барометрам. Но каким бы ни был февраль, суровым или спокойным, помните, друзья, в нашей студии всегда солнечно и тепло. Так что присоединяйтесь к нам, и мы зарядим вас удачей и хорошим настроением в 8.20 на НТВ в программе «Зарядись удачей». До встречи! Пока! И не торопите время, друзья. Будет и весна, будет и лето, и обязательно будет счастье. Субтитры создавал DimaTorzok